Для относительно юбок Это действительно иногда бывает удобно Зимой можно носить юбки Единственное, нужно носить не очень короткие юбки Чтобы ножки у нас не мерзли Потому что короткая юбка это прямая угроза здоровью И третий момент, чтобы юбка не полнила Нужно ее подбирать по типу фигуры Итак, общее правило Не забываем о том, что зимняя юбка должна быть теплой Поэтому длина у нас до колена Либо даже чуть-чуть ниже Второе правило, чтобы такая юбка не добавляла объема Если у вас объем все-таки присутствует Рисуйте ее по трапеции Намечаем самое узкое место, как правило, это низ ребер И от этого узкого места Как бы роняем прямую линию вниз Если бедра довольно широкие, значит берем чуть пошире трапецию Если бедра узкие, чуть-чуть поуже Но при этом линию трапеции соблюдаем Такая юбка не будет добавлять объема Даже в самую плотную ткань Хорошо, следующий тип фигуры груша Для данного типа фигуры замечательно Подойдут юбки, которые у нас Мягко скроют вот этот объем Который у нас присутствует внизу И этот объем у нас опять же может уйти При помощи удлиненных трапециевидных юбок То есть мы точно так же схватываем Самое узкое место Начинаем продолжать линию вниз И эту линию мы гармонично заканчиваем Чуть ниже колена При этом форма должна быть Немного вот такая вот расклешенная И такие трапециевидные юбки Юбки ГД модны в этом сезоне? Ну, относительно юбки ГД Нужно быть очень аккуратным Если это резкое ГД Если действительно здесь чуть ли не горизонтально Выходит вот этот элемент То они наоборот могут акцентировать бедра Здесь у нас более мягкая форма Здесь все-таки немножко выгнутая трапеция И как это все будет выглядеть на живом человеке Поможет нам проиллюстрировать Алифтина Алифтина, добро пожаловать! Какие ошибочки допустила Алифтина? Во-первых, юбка немного коротковата Во-вторых, у нас неправильно отмечен пояс Если мы хотим добиться страничьего эффекта Талию нужно завышать Если даже вам не удается найти юбку Именно с высокой посадкой Вы можете поверх надеть какой-то трикотаж Либо свитер, либо удлиненную водолазку И акцентировать талию при помощи пояса Тоненький поясок выполнит работу Завышенного пояса юбки А если не удается найти талию? Рисуем! Отлично! Наше любимое развлечение Более гармонично выглядит Алифтина Вертикальная строчка Немножечко стройнит И визуально у нас выравнивает линию бедра Данная юбка из менее плотной ткани, чем предыдущая За счет этого она облегает фигуру А не стоит колом, как та, которая была до этого Это очень удобная таблица для того, чтобы определить Как основные модные типы юбок Соотносятся с модными типами фигур Потому что эти четыре типа фигуры Носят практически все девушки в нашей стране Начнем с юбки-карандаш Да, юбка-карандаш это действительно классика И в этом сезоне она переживает реинкарнацию Она очень популярна на подиуме Как в классических интерпретации В шерстяных вариантах В различных хлопковых вариантах Так и в необычных материалах Итак, начнем с классического варианта Который будет идеально смотреться Если у вас тип фигуры прямоугольник С чем бы ты сочетала такую юбку? С блузкой Логично, а какой? Я думаю, что это была бы какая-то мягкая ткань Которая свободная была А не облегала бы фигуру Не совсем так Итак, если у вас тип фигуры прямоугольник Вам необходимо добиваться акцентуации на центре силуэта Эта акцентуация может быть при помощи пояса Либо при помощи контраста между низом и верхом Это основной принципиальный момент, который нужно учитывать Должен быть центр силуэта И верх мы выбираем с декором Таким образом, чтобы привлечь внимание к верхней части тела Одна из модных тенденций этого сезона Это меховые юбки И вот меховая юбка-карандаш Перевернутому треугольнику Подойдет просто идеально Но это дороговато, Ром На самом деле есть огромное количество синтетического меха И в магазинах можно найти юбку-карандаш И синтетического меха Да, это не повседневный материал, конечно Но это очень эффектный образ, к примеру, для какой-либо вечеринки Но есть и более повседневные модные варианты для данного типа фигуры Это юбки из фактурных тканей Наиболее модная это ткань, имитирующая твит, букле, драп Либо, как сделал один смелый модный дизайнер Пчелиные соты и пчел Какая прелесть! Но да, девушки, у которых тип фигуры перевернутый треугольник У них бедра достаточно узкие И им можно фактурные ткани одевать Фактурные и светлые такие юбки визуально добавляют объема И, разумеется, чтобы фигура при этом выглядела идеально Верх должен быть довольно сдержанный И обязательно темного цвета Как красиво получилось! Этот лук применим и для повседневной жизни И если взять более нарядную блузу, то можно сделать вечерний образ Практически песочные часы Благодаря правильно подобранной юбке Переходим к следующему типу фигуры Девушки с акцентированными бедрами Тип фигуры треугольник либо груша Многие девушки с данным типом фигуры Стесняются носить юбку-карандаш Потому что им кажется, что данная юбка Подчеркивает объемные бедра Учитывайте такой момент Если у вас присутствуют попиные уши Необходимо немножечко завысить талию Тогда в целом силуэт будет выглядеть легче и стройнее И однозначно для данного типа фигуры Юбка должна быть темного насыщенного цвета При этом для того, чтобы данная фигура смотрелась сбалансированно Верх должен быть довольно объемным и обязательно более фактурным Выбирая юбку из гладкой нефактурной шерсти Возьмите трикотажный объемный верх Будет смотреться очень эффектно И полностью компенсирует тяжелые бедра Назовем это тип фигуры яблока Юбка-карандаш тоже подойдет Но есть одна хитрость Данную юбку обязательно нужно сочетать с очень широким поясом Который будет иметь корсетный эффект Честно, это совсем не похоже на круг или яблоко Да, действительно, фигура получается очень женственная И очень аппетитная, как отмечают многие мужчины Да, и для того, чтобы поддержать этот силуэт Верх тоже должен быть довольно компактным Юбка-карандаш для четырех разных фигур И везде выглядит одинаково эффектно, согласись А кто из звезд носит юбку такого фасона? Практически все звезды пробовали этот фасон Но эффектнее всего он смотрится, конечно, на Анжелине Джоли Юнет Пелтру, Мишель Уильямс и Кейт Мосс Ну, конечно, это довольно стройные девушки Я к тому веду, что, возможно, при определенном количестве лишнего веса Уже не стоит пробовать носить юбку-карандаш Или нет ограничений? В первую очередь нужно учитывать плотность ткани И непосредственно рельеф По весу ограничений нет Потому что я видел удачные примеры, когда даже девушки с весом до 100 кг И чуть-чуть больше, совсем чуть-чуть Надевали юбку-карандаш, это смотрелось хорошо Смотрите на линию бедра Если она гармонична, если на ней нет резких выступов в районе тазобедренного сустава То юбка-карандаш однозначно вам подойдет Но выбирайте более плотную ткань Для того, чтобы ткань не сборила Обязательно добавляйте на такую юбку подкладку Если ее не предусмотрел производитель Выбирайте подкладку из струящейся скользящей ткани Это может быть вискоза, это может быть пулестер Чтобы юбка не собиралась в области живота Но есть, конечно же, ограничения Если у вас большие объемы, избегайте светлых юбок Как, к примеру, это сделала Ким Кардашьян Она не избежала светлой юбки И мы видим все размеры бедствия У нас сегодня три юбки, которые модно носить в этом сезоне Расскажи, пожалуйста, о второй Да, следующий силуэт, это так называемый ретро-силуэт Некоторые называют это юбка в стиле 70-х Некоторые дизайнеры называют юбка а-ля Рус Это юбка с акцентом на талии Свободная трапециевидная форма, состоящая из нескольких клиньев То есть это ГАДЕ? Нет, это не ГАДЕ ГАДЕ плотно сидит по бедрам, внизу расширяется Но к ГАДЕ мы еще перейдем позже Это тоже модная тенденция, но не в самом-самом конце Оставим пикантность, наконец Итак, данная юбка, разумеется, подойдет типу фигуры прямоугольник Девушкам с невыраженной талией она визуально сформирует линию бедер При этом акцентирует талию Если у вас тип фигуры прямоугольник, эта юбка для вас просто мастхэв в этом сезоне С чем сочетать такую симпатичную юбку? Сочетать такую симпатичную юбку для типа фигуры прямоугольник необходимо с объемным верхом То есть мы создаем объем снизу, создаем объем сверху И таким образом простраиваем силуэт песочных часов При этом обрати внимание на ткань Если вы хотите добавить объему снизу, выбирайте фактурные выраженные ткани Это может быть клетка, это может быть твит, это может быть гусиная лапка Это всегда будет смотреться очень эффектно Особенно зимой, особенно в сочетании с сапогами И как я уже сказал, объемный верх И вот уже сейчас можно увидеть, что юбки разных фасонов на девушках с одним и тем же типом фигуры смотрятся по-разному и хорошо И юбка-карандаш, и такая ретро-юбка на типе фигуры прямоугольник просто прекрасно сидит Да, при этом обрати внимание, у такой юбки должна быть немного завышенная талия Да, я вижу То есть она должна сидеть на уровне пупка, либо даже чуть-чуть выше Тогда она визуально удлиняет нижнюю часть И даже с сапогами и без каблука ноги будут выглядеть очень эффектными и стройными Следующий тип фигуры у нас перевернутый треугольник Разумеется, девушкам с акцентированными плечами расширение бедер прямо показано Поэтому мы таким девушкам рекомендуем ретро-юбку насыщенного цвета И чем больше на ней будет складок и сборок, тем лучше Тем больше объема вы добавите низу и тем большую гармонию сообщите силуэту в целом При этом сочетание имеет немаловажное значение Верх тоже может быть довольно ярким, но не забывайте, что мы стремимся визуально сузить плечи Поэтому выбирайте линии, которые сужают плечи Это может быть линия реглана, это могут быть контрастные рукава Все, что визуально у нас делает верх более компактным Здесь у нас при общей яркости, ты видишь, контрастные рукава визуально срезают, сужают плечи Очень элегантный образ получился, хотя юбка эта по сути довольно простая, без затей Кстати, те, кто увлекается шитьем, могут самостоятельно такую восьмиклинку сделать дома Да что там! Можно и в своем гардеробе найти юбку, которую вы давно не носили именно этого фасона Не зря ты всегда говоришь, мода периодически возвращается Следующему типу фигуры это груша либо треугольник Девушки с крупными бедрами часто боятся таких юбок, потому что им кажется, что они делают их более тяжелыми Но помним о главном условии Обязательно выбираем такую юбку с немного завышенной талией Таким образом мы делаем бедра визуально более легкими Мы как бы вытягиваем силуэт, вытягиваем нижнюю часть И получается, что те, кто смотрят на эту юбку, понимают Это объем юбки, но не бедер ни в коем случае Ну конечно! Таким образом вы скрываете все свои недостатки Поэтому для такого типа фигуры, конечно же, ретро-юбка в стиле 70-х годов Даже выраженные фактуры прямо показаны Девушка даже как-то поувереннее стала, смотри Да, и переобулась в сапожке, заметь При этом не забывайте о главной особенности фигуры Компактный верх нужно визуально сделать более широким Поэтому выбираем объемные фактурные вещи Очень модно сочетать такую юбку со свитером И, конечно же, такая юбка подойдет для девушек с немного выраженным животиком Для типа фигуры круг Если у вас немного выражен живот, вы можете легко скрыть его при помощи такой юбки Но в чем особенности этой юбки для такого типа фигуры, в отличие от всех других? Во-первых, она должна быть довольно насыщенного цвета Если здесь мы выбирали красные, персиковые варианты То, обрати внимание, для типа фигуры круг мы взяли темный насыщенный цвет И верх у нас тоже должен быть темным и максимально плотно сидящим Тогда силуэт будет выглядеть максимально стройным Я уверена, что эту юбку облюбовали себе и звезды Да, огромное количество знаменитостей И, кстати, возвращаясь к типу фигуры круг Адель просто обожает такие юбки Это один из основных ее силуэтов И это, наверное, самая удачная находка ее стилистов И, кстати, среди русских знаменитостей тоже многие носят такие юбки в стиле а-ля Рус Это и Ульяна Сергеенко, и Ксения Собчак, и многие другие русские модницы Давай перейдем к следующей юбке Интересно, что же это за юбочка? И следующий модный в этом сезоне вид юбки Который в следующем сезоне обязательно вытеснит карандаш Это юбка-трапеция Мы узнаем, как при помощи юбки-трапеции Скрыть большую часть недостатка вашей фигуры В чем особенности юбки-трапеции? Если вдруг кто-то не знает, что это за силуэт? Это силуэт, который плотно сидит в верхней части живота И затем вертикально спускается вниз При этом в районе бедер юбка должна сидеть свободно Она должна давать свободу шага И в отличие от карандаша, к примеру, когда вы садитесь и встаете Она не сборит под животом Поэтому она более практичная в носке И ушки злополучные, которые присутствуют у девушек с некоторыми типами фигуры Не будут заметны? Да, действительно, это один из самых удачных силуэтов юбки Но главное правильно подобрать длину Потому что эффектнее всего такие юбки смотрятся при длине до середины коленной чашечки Хотя варианты мидии и макси тоже допустимы И что же, такая юбка, трапеция подходит всем типам фигуры? Да, действительно Начнем с типа фигуры прямоугольник Если у вас тип фигуры прямоугольник, такая юбка вам прямо показана Она может очень аккуратно, гармонично простроить ваш силуэт Особенно при длине до середины коленной чашечки Эффектнее всего такие юбки будут смотреться в сочетании с приталенными жакетами и жакетами с баской И обрати внимание, насколько гармонично смотрится силуэт Этот комплект может быть уместен и в повседневной жизни, и в офисе Я тоже думаю, что в нем будет очень комфортно Следующий тип фигуры? Следующий тип фигуры перевернутый треугольник Относительно рекомендаций, относительно нижней части Здесь они будут абсолютно те же самые Та же длина до середины коленной чашечки Которая эффектнее всего будет смотреться Но ограничения у нас касаются пояса и верхней части Если у вас тип фигуры перевернутый треугольник, обязательно акцентируйте пояс, используя юбку-трапецию То есть получается, что девушка с типом фигуры прямоугольник и перевернутый треугольник могут носить фактически одну и ту же юбку Трапецию Ну, если подруги меняются юбками, то это нормальный вариант Да, если правильно подбирать верх С разным верхом одна и та же юбка будет смотреться совершенно по-разному Поняла, и какой же верх должен быть у перевернутого треугольника? Здесь должен быть компактный обтягивающий верх Таким образом, чтобы он не добавлял объемов Кстати, если говорить об этих двух подругах Если бы у них была одна на двоих юбка ГД Тоже популярная в этом сезоне Для данного типа фигуры и для прямоугольника, и для перевернутого треугольника ГД это прямое показание Она формирует очень элегантную линию бедра Единственное ограничение ГД всегда носится только с небольшим каблучком И обязательно острым мыском обуви Ой, а почему? Иначе не работает Работает только в том случае, когда острая линия поддержана Слушай, а чем трапеция от ГД отличается? А ГД более плотно сидит в области бедер И радикально расширяется от середины бедра, либо даже ниже Тип фигуры – игрушка или треугольник? Если у вас тип фигуры – треугольник, вам рекомендована такая юбка чуть большей длины То есть она должна полностью закрывать коленную чашечку При этом сверху обязательно талия должна быть немного завышена Тогда бедра визуально будут выглядеть более стройными, а ноги – длиннее И чем же довершить этот гармоничный образ? Не забываем про рекомендацию с предыдущего пункта Для того, чтобы образ выглядел гармонично, мы должны немного расширить верх Выбирайте объемный фактурный трикотаж В целом, тебе эти луки не напоминают 70-е годы? Ну, наверное, да Многие считают их немного старомодными, но именно в правильном выборе материала Именно в правильном выборе цвета и фишка модности Выбирайте насыщенные красивые цвета Это не будет делать вас старомодной Мне нравится в юбке трапеции то, что она однозначно стройнит Особенно если следовать тем рекомендациям, которые ты даешь Что же будет с яблоком в этой ситуации? Яблоко тоже будет выглядеть стройнее Но для этого необходимо выбрать более длинную юбку Она должна быть до середины икр, либо даже ниже При этом, обратив внимание, клетка расположена таким образом, что она образует ромбы Ромбы визуально стройнят Если вам необходимо скрыть объем, выбирайте более пеструю клетку При этом, чем ярче вы выбрали низ, тем более сдержанным должен быть верх Если мы выбираем юбку в клетку, то сверху у нас должен быть обтягивающий, скромный, минималистичный свитер Если вы хотите окончательно скрыть животик, завяжите поверх этого свитерка тонкий пояс Но помните, что если живот выражен, толщина пояса должна быть не меньше 4 сантиметров Привет, YouTube! Подписываемся на наш канал и будете самыми стильными и самыми красивыми Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!